Снеговик Как только на улице появляется много снега, а в придачу к нему еще и подходящая мягкая погода, детвора стремятся лепить снеговиков. И у всех они получаются разные, но одинаково веселые, забавные и доброжелательные. Да и взрослые не прочь заняться лепкой снеговиков, чтобы снова окунуться в детство. Эта веселая зимняя затея известна людям уже не одно столетие. Если верить старинному преданию, в конце 15 века итальянский скульптор, архитектор и поэт Микеланджело Буонаротти впервые слепил снежную фигуру. Газета «Ньюрор Таймс» утверждает, что это был предварительный вариант статуи Давида. По данным исторических исследований, первое письменное упоминание о снеговике встречается в книге 18 века. Там говорится о красивом снежном человеке гигантских размеров. А само слово «шнееман», то есть снеговик, изначально возникло в немецком языке. Изображение снежной фигурки впервые появилось в качестве иллюстрации к детской книжке с песнями, изданной в Лейпциге. Первые снеговики изображались недобрыми, свирепыми снежными монстрами, впечатляющих размеров. Это не случайно, ведь в те давние времена безжалостные зимы с их лютыми морозами и промозглыми вьюгами приносили немало хлопот. Классический снеговик, состоящий из трех снежных шаров и носом-морковкой, появился в конце 19 века. Снежные создания подобрели и вскоре стали незаменимым атрибутом Рождества и Нового года. Поздравительные открытки с изображением милого улыбчивого снеговика в окружении веселых детей быстро завоевали популярность. 18 января отмечается Международный день снеговика. Такая идея пришла коллекционеру Корнелиусу Грюцу из Германии. Он начал еще и юношей собирать изображения снеговика и в 2008 году вошел со своей коллекцией в Книгу рекордов Гиннеса. У него более трех тысяч экспонатов. И все это снеговики. Коллекционер предложил справлять день снеговика. Во-первых, в середине января во многих странах есть снег. Во-вторых, число 18 похоже на снеговика, который держит в руках метлу. В-третьих, в этот день еще не было никакого международного праздника. Если верить старинной христианской легенде, то снеговики приравниваются к ангелам. Ведь снег, из которого они сделаны, дарован небесами. А значит, и снеговики не кто иные, как ангелы, которые могут передавать Богу послания людей. Для этого они являются на землю, чтобы узнать, что и кому надо было. В языческой Руси снеговиков олицетворяли с добрыми духами. Древние русичи верили, что на небесах живут нимфы зимы. Поэтому лепили из посланного свыше снега фигурки, задабривая их. Зимние стихи, считали наши далекие предки, находятся во власти женского начала. И лепили славяне не снеговиков, а снежных баб. Лепить снеговиков очень полезно. Об этом говорят и психологи. Лепка снеговика способствует сближению семьи и укреплению детской дружбы. Рисование и лепка кругов успокаивают, а контакт со снегом развивают органы чувств. Еще лепка развивает мышление, воображение, моторику. Кстати, процесс разрушения снеговиков также имеет терапевтическое действие. Резкие движения снимают стресс, понижают уровень агрессии. Одно но – рушить надо своего снеговика, чтобы никого не обидеть. Писатели с удовольствием использовали в своих произведениях образ снеговика. Самая известная сказка о снеговике написана Гансом Христианом Андерсеном. Она так и называется – «Снеговик». В сказке собака рассказывает снежному человечку о своей жизни, о людях, о печке, у которой так приятно греться. С этого момента снеговик хочет быть ближе к печке, чего никак не может быть. Секрет откроется только весной. Зимой внутри снеговика жила. А что это было, узнаете, когда прочитаете эту сказку. «Какой Новый год без ёлки?» – подумали дети и написали письмо Деду Морозу. Ведь только Дедушка Мороз может прислать из леса самую пушистую ёлочку. Так начинается сказка Владимира Григорьевича Сутеева «Ёлка». Успеет ли снеговик привезти детворе лесную красавицу? Конечно успеет, но сколько препятствий ему предстоит преодолеть. До чего же весело проводят зимние каникулы Барни, Снабби, Роджер и Диана. Дни напролёт неразлучная четвёрка скользит на коньках по льду замёрзшего озера, катается с гор на санках, устраивает снежные битвы. А какой у друзей получился снеговик, ну совсем как живой. Как живой или на самом деле живой? А что ещё можно подумать, если он исчезает со своего места и заглядывает в окна? Оказалось, может быть. Ну а зловещие звуки в старом доме тоже почудились. И откуда взялся загадочный предмет, найденный в снегу? Всё это одно к одному, думают ребята и начинают расследовать загадку. Далеко на севере, то ли в Архангельской, то ли в Вологодской области, есть невидимая деревня Дед Морозовка. Там живут Дед Мороз, его внучка Снегурочка, их помощники – снеговики и снеговички, которые учатся в специальной школе, попадают в весёлые ситуации и мечтают о том, чтобы на Новый год Дедушка взял их с собой развозить детям подарки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова